Длинные очереди и коктейли Молотова. Как Запад и Восток Украины выбирают общего президента? И признает ли Москва легитимность преемника Януковича? Стрельба у Еврейского музея в Брюсселе в Бельгии. Говорят об антисемитском следе в Иерусалиме, о результатах антиизраильской политики ЕС. Апостольский визит на родину Христа. Папа римский Франциск в ходе ближневосточного турне призвал израильтян и палестинцев к миру. Апостольский визит на родину Христа. Владимир Унанянц. Украина голосует. 35,5 миллионов граждан должны наконец выбрать президента. Тогда вопросы по поводу легитимности киевских властей отпадут. После бегства Януковича в феврале Украина фактически лишилась главы государства. А новоназначенный спикер Рады Александр Турчинов обзавелся постом президента с приставкой ИО. Теперь украинцы уверены, чтобы порядок наступил, выборы должны состояться. Даже там, где их не особо приветствуют. Это, во-первых, мой долг. Я всю жизнь хожу на выборы. И, во-вторых, для порядка. Чтобы в конце концов в городе наступил порядок. Впрочем, не согласных с тем, что президент будет один и управлять будет единой страной из Киева, довольно много. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики объединились в новое образование – Новороссию. И заявили украинского президента они признают только в одном случае – как главу соседнего государства. В самом Донецке тысячи людей вышли на митинг против президентских выборов. Как сообщают местные СМИ, в протесте принимают участие пророссийские активисты. Некоторые из них вооружены. Впрочем, часть избирательных участков в мятежных областях все же открылась. Но голосование на них идет с перебоями. Единственный пункт в самом Донецке был закрыт, едва начав работу. А в Одессе один из участков забросали коктейлями Молотова. Такой же сценарий в Херсоне. В Николаеве представительства ЦИК не открылись из-за угрозы взрыва. В Киеве в попытке срыва голосования обвинили Россию. И отметили, что, несмотря на это, избирательный процесс проходит по всей Украине. Явка довольно высокая. Так, временный глава государства Александр Турчинов простоял в очереди около получас. Отмечается высокая активность избирателей по всей стране, так же, как и тут. В Киеве люди с утра стоят в очередях, чтобы проголосовать за будущее Украины. Потому что, выбрав президента, мы таким образом завершим формирование архитектуры власти на Украине. Это необходимо, чтобы мы все вместе двинулись в европейское, демократическое, мирное будущее. Руководство Российской Федерации делает все, чтобы сорвать выборы на Украине, в частности, в восточных ее областях. Но тысячи избирательных участков работают, несмотря на угрозы. Обстановка в городах на востоке страны крайне напряженная. Накануне голосования вблизи печально известного Славянска были убиты попавшие под перекрестный огонь итальянский журналист Андрея Рокелли и его переводчик, сотрудник российского правозащитного центра «Мемориал» Андрей Миронов. Ранее появились сообщения о ранении французского журналиста, попавшего под минометный обстрел в селе Андреевка, недалеко от все того же Славянска. Руководство Российской Федерации Российского фактора, по мнению Порошенко, говорить о стабильности на Украине без диалога с Россией невозможно. Владимир Унанянц, RTVI Россия с уважением отнесется к выбору украинского народа. Президент Владимир Путин, комментируя голосование в соседнем государстве, заявил, что оно, по его мнению, не соответствует современным стандартам и добавил, цитирую, бог с ними, пускай уж хоть так проведут. Конец цитаты. На встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге глава Кремля также выразил мнение, что в нынешней ситуации властям в Киеве гораздо умнее было бы провести референдум, изменить конституцию и на ее основе сформировать новые органы власти. Одновременно говоря о готовности Москвы признать выборы президента Украины, Путин напомнил, что у страны все еще есть легитимный лидер. Виктор Янукович. Возьмите украинскую конституцию, почитайте. Там написано, есть четыре легальных способа отстранения действующего президента от власти. Смерть, неспособность исполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмент, а импичмента не было, предусмотренного этой конституцией и законом, и личная отставка, с которой президент должен обратиться лично, придя в парламент. Или мы с вами будем придерживаться конституционных норм, или скажем, что это не важно. В беседе с журналистами Владимир Путин решительно отверг обвинение Запада в причастности Москвы к украинским событиям. Критика в адрес России контрпродуктивна, считает президент. Такие действия продиктованы желанием навязать в Москве такое развитие международных отношений. Которые не соответствуют ни международному праву, ни взаимным интересам. Более того, поддержка антиконституционного переворота – это и есть способ силового решения спорных вопросов, добавив Путин, очевидно имея в виду смену власти в Киеве. Говоря о противостоянии России и Запада, президент выразил надежду, что новой холодной войны не будет, поскольку в этом никто не заинтересован. Не будет и нового Советского Союза, заверил Владимир Путин, опровергнув утверждение о желании Москвы восстановить СССР. Ошибочное мнение. И думаю, что это не то, что соответствует действительности, а то, что является инструментом информационной борьбы. Нам пытаются приклеить этот ярлык. Ярлык того, что мы собираемся восстановить империю, Советский Союз, подчинить всех своему влиянию. Это абсолютно не соответствует действительности. Еще один вопрос, затронутый президентом России в ходе встречи с главами мировых информагентств, скандальное заявление, приписываемое принцу Уэльскому Чарльзу. Напомню, по информации британских таблоидов, в ходе визита в Канаду в одну из частных бесед сын Елизаветы II сравнил действия Владимира Путина в отношении Украины с действиями Адольфа Гитлера. Прокомментировав эту информацию, глава Кремля заявил, если она соответствует действительности, принц Чарльз повел себя не по-королевски. В таких случаях я вспоминаю одно хорошее выражение. Ты сердишься, значит, ты не прав. Передайте это и премьер-министру, и принцу Чарльзу. Он неоднократно бывал в нашей стране. Я не слышал этого выражения. Если это так, то это, конечно, неприемлемо. Я думаю, что он и сам об этом понимает. Он воспитанный человек. Я знаком и с ним, и с членами королевской семьи. Это не королевское поведение. Сам принц Чарльз никак не комментирует скандальную информацию, просочившуюся в СМИ. Накануне, впервые появившись на публике после скандала, наследник Британского престола проигнорировал вопросы журналистов относительно заявления Путина. В Европе сегодня проходят еще одни ключевые выборы. Жители ЕС голосуют за своих представителей в Европарламенте. Избирательный процесс проходит с 22 мая поэтапно во всех государствах Содружества. По итогам голосования будет избран 751 депутат от всех 28 стран ЕС. Согласно Лиссабонскому договору, после обновления Европарламент получит значительно больше полномочий. И во многих странах этот факт вызывает недовольство. Евроскептики выступают против расширения полномочий Страсбурга. Поэтому нынешние выборы – это еще и тест на поддержку жителями континента европейских интеграционных проектов. По прогнозам, седьмую часть кресел на выборах могут получить ультраправые и ультралевые. Европейские радикалы пользуются все большей популярностью. Им прочат успех и на выборах в Бельгии. Там сегодня голосуют также за депутатов федерального и регионального парламентов. Кстати, законодательство этой страны обязывает жителей приходить на избирательные участки. Невыполнение гражданского долга грозит бельгийцам штрафом. Из-за популярности правых сил выборы в Бельгии проходят под пристальным вниманием. Накануне голосования в Брюсселе произошла трагедия, которая, по версии СМИ, может быть подтверждением роста радикальных настроений. Вечером в субботу неизвестный обстрелял группу людей у еврейского музея в центре города. В результате теракта погибли 4 человека – 2 туриста из Израиля и 2 сотрудника музея. Еще 3 человека получили ранения. Полиции удалось задержать подозреваемого в причастности к нападению. Глава МВД Бельгии Жуэль Мильке дала указание полиции усилить до максимального уровня охрану всех еврейских объектов на территории страны. Брюсселе не исключает, что стрельба у еврейского музея – теракт антисемитского толка. С осуждением нападения выступил премьер-министр Бельгии Элио Де Рупа. Правительство Бельгии потрясено этой трагедией. Мы решительно осуждаем подобные акты насилия. Наши мысли сейчас родными и близкими жертв нападения. Все бельгийцы едины и солидарны перед лицом этого чудовищного нападения на еврейский культурный объект. Осудил теракт в Брюсселе и премьер-министр Израиля Бенеми Нетаньягу. Он назвал стрельбу еврейского музея следствием антисемитских и антиизраильских настроений в Европе. В Европе продолжают распространяться мифы и откровенная ложь, направленные против Израиля. При этом игнорируются систематические преступления против человечности и убийства, совершаемые в нашем регионе. Нашим ответом на это лицемерие является донесение правды, продолжение упорной борьбы с терроризмом и укрепление наших вооруженных сил. Папа Римский Франциск совершил свой первый апостольский визит в город Вифлеем, где по преданию родился Иисус Христос. Понтифик прибыл на западный берег реки Иордан прямо из Иордании, минуя Израиль. Начался визит со встречи главы Римско-католической церкви с лидером палестинской администрации Махмудом Аббасом. Настаивая на том, что цели его поездки чисто религиозные, речь главным образом идет о налаживании связи между католиками и православными, Папа Франциск не смог обойти политические вопросы. На совместной с Аббасом пресс-конференции он призвал израильтян и палестинцев положить конец многолетнему конфликту. По словам понтифика, в регионе должны быть созданы два государства для двух народов. В ходе брифинга по итогам встречи с Папой Римским Аббас, в свою очередь, пожаловался на действия власти Израиля и призвал мир поддержать палестинцев в их борьбе за независимость. Настало время для всех найти в себе мужество и во имя общего блага прийти к миру. В его основе лежит признание права двух государств жить рядом в мире и безопасности в рамках международно признанных границ. Мы проинформировали Папу о трагической ситуации в Восточном Иерусалиме, столице нашего государства, которое с 1967 года находится под оккупацией. Действия израильских властей меняют облик города. Они пытаются вытеснить палестинских христиан и мусульман из Иерусалима, не дают верующим из других городов молиться у святынь. Мы призываем израильское правительство прекратить действия, нарушающие международное право. На встрече с Махмудом Аббасом Папа Римский Франциск пригласил его вместе с президентом Израиля Шимоном Пересом в Ватикан. Понтифик предлагает политикам присоединиться к его сердечной молитве Богу за дарование мира. Кстати, после встречи с Аббасом Франциск сделал незапланированную остановку во время поездки у бетонной стены, отделяющей западный берег от Израиля. Папа Римский постоял в тени строжевой вышки и помолился. На стене, где Понтифик сделал остановку, была надпись «Свободная Палестина». Кульминацией визита главы католической церкви Вифлеем стала его месса на Ясельной площади перед храмом Рождества Христова. Чтобы услышать обращение Папы, там собрались десятки тысяч человек. Золотая пальмовая ветвь досталась турецкому режиссеру Нули Бильгеджейлану. Его фильм «Зимняя спячка» признан лучшим на 67-м Каннском международном кинофестивале. Это самая долгая картина нынешнего кинофорума – 3 часа 16 минут. Она рассказывает о драме пожилого актера, его супруги и сестры. Сам режиссер признался, что на съемке его вдохновили пьесы Чехова. Гран-при второй по значимости приз Каннского фестиваля достался картине «Чудеса» итальянки Али Чарорвахер. Одной из двух женщин-режиссеров, участвовавших в конкурсе в этом году. Левиафан Андрея Звягинцева получил приз за сценарий. Лучшим режиссером признан американец Беннет Миллер с фильмом «Охотник на лис». А лучшими актерами – Джулиана Мур и Тимотис Пол. На этом у меня все. А эфир РТВ продолжит рубрика «Мегаполис» о самых красочных московских событиях недели. Не пропустите. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин